Ну вот так сходили, не жалеем об этом. И архиереи видели, и обнялись, и поприветствовали, поцелуем, и все. И священников там было, наверное, около 30 или больше. Вопросы? Братья, задавайте вопросы, пока Игнатий Диклыш здесь. А то я убегу. Вот вопрос у меня, не убегайте. Давай. Сейчас вот общался я с одним из руководителей молодежки одной в Москве здесь. И вот каким образом может быть разномыслие в основном у верующих, я не понимаю просто. То есть я когда в их собрании нахожусь, там любизм, он все заслоняет. Я вижу, что там полутрупы какие-то, они как бы, вот это лицемерие я вижу и прочее. То есть там и обличения нету, ничего. И я просто, ну не понимаю, как может быть у нас вот здесь в группе, ну я по пальцам пересчитаю просто. Есть несколько человек, которые просто в определенном состоянии пребывают. И я вижу это, я это принимаю и все. Но основная масса у нас единомысля идет. А там у меня единомысля практически ни с кем нету. Я вот пытаюсь понять, то ли со мной что-то не так, подход к ним нужен. То ли может быть просто, ну я просто не могу понять, то ли с ними что-то не так. Ну не так, Евангелие в основе не стоит, Писание не знают. И у них там, я попросил Володю снять, как заходишь уже в храм под колокольней, и там объявления с детьми заниматься, как, что, там это, путешествия и прочее-то. Ну, с детьми-то я знаю, как обращаться. Это я вижу, вся эта программа, ну никак она детей-то не приблизит к Богу. Может быть они имеют... У вас опыт, у вас опыт есть в разных листах проповеди. И вопрос-то такой, насколько стоит тратить свое время, именно входя в их сообщество, молча наблюдая сначала. А потом уже что-то говорить, когда случай представится и расположены люди. Ну да. Или можно сразу говорить, потому что я-то взялся сразу практически говорить, и вижу, что там люди, они не принимают, у них нету... Ну, вообще другой дух совершенно идет. Да, да, я тебя очень хорошо понимаю. Ну ничего не сделаешь. Ну сразу или не сразу, тут не ответишь, когда как. Ну вот когда у нас бывает у батюшки обед, я все время как-то быстро все это поправляюсь с обедом, то есть встану напротив архиерея, а батюшка уже толкает его под локоть. Архиерея это. Он у меня смотрит, а владыка, благословите сказать, он всегда с улыбкой, Бог благословит. Ну сейчас, говорит, всем достанется, а больше всего мне. А то архиерей говорит, митрополит. Ну еще все заулыбаются. Ну я и говорю, я не... Что хочу, то и скажу. Я думаю еще, что мне просто мудрости тоже не хватает. И я тоже меня прошу простить, если кого-то я своим неуклюжим поведением вел смущение или оскорбил, потому что у меня за мной это водится, что у меня ревность не по-разному идет. Ты мне скажи, когда ты генерала? Генерала когда найдешь? В процессе я уже нашел телефон ветеранов вооруженных сил. Мы туда будем звонить. Я Дмитрия еще попросил помочь. И этим буду звонить тоже еще раз. Так и так. Все скажите. В предисловии скажите. Скажи, кому вы помогали, ничего не знаете, забыли, а вас не забыли. А вас молятся. И с детьми молились дядя Боря генерал. Вы нам как помогли? Скажи, палатки еще целые и шинели носим. Вы понимаете, сколько нам дали? Как раз размонтировали летное училище. Ну а там же много у них было. Ну и нам досталось. Ну вот так. Вопросов нет, я отхожу. Есть, есть вопросы. Ну давайте. Есть вопросы, Игнатий Тихонович. По поводу общины у меня вопрос такой. Вот вы создали две общины. Анфима Некомедийскую и Крестовоздвиженскую. У вас большой опыт в этих общинах. Вы как ревностный хранитель, как блюститель уставов общины, как хранитель ревностных канонов всех правил церковных. И вот у меня такой вопрос именно к вам, чтобы вы разъяснили, какой статус в церкви, вернее, какую роль в церкви играет община, какой статус у нее в церкви, и какой статус по отношению к настоятелю церкви. Вот такой вопрос. Видите, у нас как все, что мы родные братья с настоятелем. И он через меня пришел к Господу. Хотя в Бога-то он верил, а к Евангелию-то. И получается, кто кому отец-то? Друг другу отцы. Он причащает и далее. Ну и дальше-то все уже дело делаем. Люди-то не понимают, что дальше вести надо занятия. Строгая дисциплина. Вы у нас видели, когда все занятия идут, и никто лишнего слова не скажет, пока ему не дадут слова. А это бывают бузотеры, но они быстро исчезают. Его сразу осадишь, и больше нет. Ну это надо просто... Не сразу все делается-то. Но меня, допустим, священник там сильно приветил один был. И я выложил из мешка, вытерпнул вопросы, которые бумажками мне в университете передавали. А он сел и выбирает, какие вопросы ему нравятся. Ну и дает бумажки эти. А на эти бумажки, я отвечаю, а на Панаил печатает. И он говорит, ну ни одного, говорит, ответа вашего не сошлось с моими. Я говорю, какой правильный? Ну, конечно, ваш. Ну и вот проходит время какое-то, и мы в миссионерской поездке к нему туда заехали. Он что сделал? Книги-то купил у меня. Из книг вопросы крупно выписали, в каком томе и что. И у него вся стена в вопросах. И люди заходят, когда не в храм, а перед храмом у него, как помещение-то, и веет это. И говорят, вот это вот мне интересно знать. А у него книги там, рядом тумбочка, то он достает и дает им читать. Я даже этого не видал больше нигде. Ну и меня, значит, чтобы я остался у него, ну или приехал, помочь там общим образователям. Я говорю, я один-то не приеду. Я возьму с собой двух человек. Ну, конечно, Игорь Дубунов, он будет, ну, рядом мы будем говорить, и кто-то будет там смотреть, защупить, снимать. Ну, он согласился. Ну, а я дальше ему говорю, батюшка, вы учитывайте, что я никому никогда не угождал. Вот он такой, как переделать, как бы мягче, у меня этого нет, я не понимаю даже, как это можно, когда я перед Богом стою. Я-то и буду говорить то, что это как раз и надо. Но вас-то тогда не будет, вас уберут отсюда. Как уберут? Да так, сразу же другие священники взыграют архиерею, и всё. А он глянет в интернете против меня-то, 260 роликов, что ли, только. Ну, он же вас сразу, и он затих, затих, и всё. Так мы уехали, приглашения больше не было. Давай, давай. Балки. А какую роль играет община в жизни церкви? Ну, община-то нет, значит, ты один, её надо сегодня начинать создавать. А как создавать? Вот у нас есть пособие по Евангелию от Марка, по изучению Евангелия от Марка. Община нет, ты один. Ты не знаешь, кто болеет, кого принимать, чем заниматься. Ну, община-то не из одной чашки, когда едят, хотя мы такие и есть. У нас это всегда обеды тут и проще. Мы всё время занимаемся. Вот мы здесь собрались, которые мы разные, но мы община. Вот это интернетная община, самая настоящая. Мы знаем друг друга. Вот здесь заказы, Николай там берёт, идёт, то делает. Вот этот Сергей Егорович, он где-то, он такой общительный, он очень добрый. Мы знаем, какие дела. Он молится за нас, мы, он другим там где-то. Мы как бы одно дело делаем. Виталий был, всякое было с Виталием, а теперь-то мы прям друг друга-то понимаем. Ну и подряд, кто здесь есть-то? Ну, новые люди пришли, не знают, но и то они расположены. А другой, да какая община? Тут общины нет, он не знает, что мы всё абсолютно делаем сообща, собираемся вместе. Пусть они соберутся, которые там есть, на 100 поклонную молитву и хотя бы один раз. Не получится. А мы сколько есть, мы все собираемся, звонок дайл, и всё совершенствуем и совершенствуем. Вот мои, конечно, у меня ресурсы большие, тут много занимается Вячеслав Сергеевич, он смотрит за этим делом. Вот это ставят проповеди, тысячи проповедей, но это уже не каждый сделает. база должна быть, чтобы она привлекала. Тем более, я отвечаю на 4124 вопроса. Я когда у новых людей сейчас где-то стараюсь встречи, чтобы была, я прямо на свои ресурсы вытаскиваю, чтобы он позвонил по скайпу. А если ничего нет, что он скажет-то? Ну, тут должно быть основание. Не такое большое, такое большое не создать. Никому. Не создать. Ну, ты начинай на этом, бери, я тебе разрешаю брать и начинай работать, приглашай и прочее. И ответы, которые я даю, это 4000, так ты их себе перетащи и начинай работать. Вот и все. Ну, не знаю как. Не, у меня дитина, есть вопрос еще один. Я не получил ответ на вопрос. Ну, не получил ответ, а я его дал. Начинать работать. Ты пришел в это место. Выходишь, тебя не принимают. И выходя из храма, где-то рядом стой, Евангелие раздавая и говорит, давайте собираться. Священника пригласили, не идет. Два человека, у вас уже все, занятия начались. И теперь приглашайте еще. Обязательно будет третий, четвертый, пятый. Мы до этого-то сколько лет собирались, а когда мы не выходили, ну, не были в зарубежной церкви-то еще, мы про нее и не знали. И мы ходили в эти же храмы Московской Патриархии, но они нас считали группа. И так они докладывали в КГБ о нас. Эта группа, там, разно, златоусовцами они нас звали, потому что много было у нас златоусов взято. Ничего не слышу. Простите, Христо Раби, брат Диоргий, я тебя приглашаю в гости, приезжай ко мне. Походишь на занятия тут с нами, приезжай к субботе. Да я с удовольствием бы работаю, работу бросать. И все, ты сразу, сразу все вопросы у тебя отпадут. Даже не вся община у нас будет, и у тебя отпадут вопросы уже. Я знаю, как, я видел это своими глазами, я же был, я все это видел, я постоянно это смотрю, но у меня-то вопрос то не об этом. Я все это видел, у меня вопрос то дальше идет. Ну что, повтори. Если я правильно понял, Георгий имеет в виду община, какое влияние имеет в это, в приходе. Вот в чем дело, если я правильно понял. Да, какой статус имеет община в церкви, в приходе, какой статус по отношению к священнику. Я же, глубокие вопросы такие важные задаю. Георгий, какой его пригласили, он не пошел, никакого не имеет статуса он. Мы совершенно отдельно, ни от чего не зависим, никому не подделываемся. Это уже община. Три человека, это уже община. Три. А уже дальше распространяется, другие приходят люди. Я ничего не понял. Они отдельно собираются, вы отдельно собираетесь, на дому и увидите, что будет. Мы-то точно так делали. Как у них шли к храму и служению, так и идет. Мы никого не трогали, мы занимались. И они это понимали. Они тоже начали заниматься и хороший священник, и ничего не знают. А наши люди ходили к ним на занятия, ну и вопрос он задает в священниках, а наши люди руки поднимают, отвечают, он тогда, он не расположен. Но говорит, вот что значит, которые к Лапкину ходят. Вы видите, как отвечают? Они нас уже заметили. И они знают, в случае где-то нужды какой, мы первые там будем. Что тут не понимать-то? Тут все открыто. Начинать заниматься. Вы говорите, а с места не сдвигаются. Ну два человека и начинайте заниматься по пособию. Два-три. Но этого нету и ничего и нету. А что я скажу плакат повесите, это еще не даст. Надо заниматься Словом Божиим и идти на благовесие, идти по домам. Как вот свидетели его выходили от двери к двери. Вопрос в другом. Я не спрашивал, как создать общину. Ну ладно, все, понял. Ну какой статус? Они нас будут гнать. Они будут гнать нас. Они будут нас обзывать. Ну не надо на это смотреть. Какой статус? Никакого. Это для них клапан открыт, куда злобу скинуть. Что вы это спрашиваете? Так понятно. Мы его пригласили, он не идет священник. Дальше он объявится врагом лютых. Волк. Лютый волк. И вы заранее к этому приготовьтесь. А потом волков этих я стоял, сейчас молился в храме. Всех священников знаю. И ни одного нету. Все умерли, а я все живу. Ни одного нету. Новые священники, я их не знаю, все улыбаются, благословляют меня. И я уже вышел под колокольню, каждый подходит, кланяется. Я их не знаю, но они слышали, почему архиерей, нового бога дал архиерея. А тот буквально на каждом шагу нас клеймил. И теперь, не я же его сюда прислал. Из епископа он сразу стал митрополитом. И вот он сегодня проповедь говорил, я не слышал, но она записанная. Ну, может, поставлю, сумею. Вот что значит это. Что тут не понять. Общая, значит, у нас общая любовь к Господу, к Слову Божию. Дальше нам идти некуда. И теперь мы это будем углублять и расширять. Можно по теме кратко тоже сказать. Если я правильно понял, Георгий, ты спрашиваешь, какое влияние. Ну, влияние какое? Если ты собираешься с людьми и Евангелие читаешь, то по-любому будет влияние, потому что у него на приходе появляются люди верующие, которые по Писанию верующие. Они его будут преображать. Он даже ничего не сможет сделать. Они все равно будут менять приход. Вот такое влияние идет. При школах устраивают танцы. Ты одного, другого, которые были танцоры, покажи по Писанию что это значит. И священнику донесут. Он будет пыхтеть, кряхтеть, краснеть. Но будет прислушиваться уже. Если власти что-то спросят, как обстановка, да ничего, но вот тут у нас группа завелась такая. Власти на вас кинутся. Но сегодня они не посадят. А вы делаете все по закону. Статус у вас один. Быть гонимыми. Гнали меня, буду знать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. Ваш статус быть христианами. Георгий, дай теперь я версию расскажу, как я понял тебя. Хорошо. Теперь я, можно версию скажу, как я понял Георгия. Георгий спрашивает, какое, как бы, канонически, как бы община, что она имеет место в церкви. То есть, она что из себя представляет община в церкви, какое влияние. Имеется в виду канонически, законным образом. Вот что имеется в виду. Конечно. Вот он не спрашивает эти отношения, он спрашивает, как вот на уровне закона, каноническом общении, что есть община. И мне кажется, ответ просто, община это и есть церковь. По сути. Весь приход должен быть общиной, но это не всегда бывает так. Вот по Теряевке у нас здесь вся, у нас нет отделения. Кроме общины то ничего и нету. А община где-то создается отдельно. А народ-то, двери-то открыты, ходят и туда-сюда, и никто не знает никого. Это приход. А общину внутри никто не создает. Игнать Тихонович, еще вопрос. С молодежью вот у вас конкретно. Я так понял, что с этим не очень идет работа. Ну как, все время занимаются, каждое воскресенье с детьми идут занятия. А что вот на таком уровне там больше что-то. Ну нет, там так, он замуж даже вышел и все еще ходит на детские занятия. Отдельно занятий нету. Мы вот привлекаем сюда, даем ресурсы свои, каналы. Что у нас есть? А что я буду повторять это? у меня другая работа работа есть. Да, а барабаш, вот даже сын его, он учится в Барнауле и не ходит, я так понял, на собрание. То есть, как это происходит? Почему они отщепляются? Ну как они? В деревне-то, когда мы барабаш-то там и на занятиях, еще не обратись, он всегда поможет. Барабаш, это главное лицо после батюшки. Фермер. Ну он-то да, а и ремея-то, он сейчас в Барнауле учится, и ремея, и на занятиях ни разу я его не видел. Да он ни разу не бывает, за всю зиму один раз приехал сюда. Как вы его увидите? Дороги нету. Скотину, которой коров, он порезал всех, теперь перешел только на полевые работы, а скотина на мясное. Корова, телка одна отелилась, он ее даже доить, говорит, не стал, теленок сосет. Как он барабаш может? Я ни разу потеряю в Кене был за зиму. Он не про Игоря Барабаша говорит, а про сыновей его. Терентья у нас не было, вот он пять лет отучился, я не знал, что он тут учится. Терентьев, Терентьев, Новосибирский работает с Никитой Устиновым. Сейчас, у него все равно не было, хоть он и работает, что вы его защищаете, не могу понять. А как я его защищаю? Ну-ка, расскажи. Ну вы говорите, что вот он работает, мне-то что, что он работает? Его не было, когда он пять лет тут учился. Я не знал, что он учится. Ну, про то, что учится, вопрос-то я не стоял. Я сказал, его он днешний не был, он работает на Сибирске. Как его прикрываю? Зачем это нужно? Неправильно говорю. Я говорю, что до этого пять лет он учился в Барнабуле, он ни разу не пришел к нам. Но это вопрос другой, вопрос от другой, это другой этап жизни. А сейчас, что говорится, плакать по шапке, когда волос нету? Вот вопрос у меня как раз, сейчас, прям сейчас, Иеремия учится в Барнауле, прям сейчас, и он не ходит на занятия. Так, что-то плохо. Ну, не ходит и не ходит, что из этого? Он не ходит, это его выбор. Он не идет. Ну, что теперь, барабаша вешать будем? Он говорит, старается. Не ходит, многие ходят, есть, которые не ходят. Это не только так. Бывает, у священников вырастают дети совершенно негодные. У нас тут был один священник. Я говорю, дети-то есть двое, два парня. Где сидят? Где они дома? Сидят в тюрьме оба. А почему? Залезли воровать, там воровали несколько фляг меду. Ну, а теперь эту сладость там уже разбавляют. Что на это смотреть? От нас это не зависит. К ним я общения не имею. Когда нужно, он всегда на помощь придет. Но на занятиях летом он был, кажется, один или два раза. Он и бороду еще бреет. И он с соглашенными выходит. Какой он член-то? Да мы об этом часто разговоры разговариваем. Так что у нас есть записи вот там на собраниях. Сколько раз я выступал, Игнат Тихонович говорил. Так что у нас в этом плане все понятно. Я даже могу сказать, что многие, кто сейчас присутствует, у них родные. И почти все родные неверующие. Уж редко, как у Сергея Семенова, у Сергея Семенова с сыном со снохой. Так, вопросов нет больше. отхожу. Можно вопрос? Давайте, а то мне уже надо отходить. Тут сколько почты разбирать. Ну ладно. Тогда не будет. Задавай, задавай. Да я вот по поводу крестика. ношение обязательно крестика? И какой он должен быть? Спрашивают, обязательно ношение крестика и какой он должен быть? Ну, как обязательно? Мы же православные, без креста и у тебя никакого православия нет. Это напоминание о Голговской жертве спасителя. А какой крест? Какой продают в церкви-то? Надо все-таки искать такой, чтобы были ровные края, ровно шла линия. А таких почти нету. А, ну вот у меня деревянный восьмиконечный. Ну, деревянный. Разницы нет из какого материала. Крест. Осветите ему. У меня в лесе. Восьмиконечный. Восьмиконечный. Да. Не год. Вы там договорили, что не было такого креста на самом деле. Ну, заключенные, я приносил туда кресты. Они покупали потом. Но от этого они не меняются. Ну, думает, как амулет, поможет ему. Какой крест? Нет, восьмиконечный такой же истинный крест, Сергей. А, ну, все понятно. Восьми, конечно, шести или четырех. Восьми, восьми, как-то я слышал по вас, что вы говорите, что восьми не было, его распяли на обычном кресте. Распяли, значит, было, учитывая надпись, был шестиконечный. А, да, вот, учитывая надпись сверху, да. Ну, понятно. Ну, благодарю за ответ. Игнатий Тихонович, у меня завтра супруга приходит, можно с вами как-то созвониться и поговорить? переговорить, я же, вам уже скидывал материалы? По поводу. Я вам посылал материалы какие-то? Нет, я посылал, это я посылал, я. Игнатий Тихонович, завтра у него жена его бросила и завтра она придет и он хочет, чтобы вы, ну, поговорить, чтобы вы все вместе поговорили. А это вы говорили с детьми, чтобы креститься? Нет, нет. Нет. Я, Сергей, который, понимаете, вот с женой, тут, сами-то себя вели, как? Даже, ну, даже с женой придешь, я еще скажу. Ну, что, как бы, вот она говорит, любовь прошла, там. Нужна ли она вам, жена-то? Сейчас задача стоит не плодиться, уничтожение идет полное. Да нет, плодиться не речи не идет, у нас, что-то детей нету, не дает, там могут. Ну, зачем она вам нужна? Живи один, благодаря остался, без жены не ищи жены. Вот, стал Павел прямо говорит. Я не ищу, я, как бы, жимусь ее, от Павла, что прежнее, оскомину набила, дальше опять лезешь туда же. Нет, они еще не развелись, Игнатий Тихонович. Ну, а что тогда ей надо? Живи, смиряйся, неси этот крест. Нет, она хочет развестись, она подает, вот в чем вам. Ну, и что он будет ее держать? Написано, брат, в таких случаях свободен, если она хочет развестись, апостол Павел прямо об этом говорит. Как он ее будет уговорить? Она будет ему сейчас условия ставить. Она, я знаю, сделает каблучника в кубе. Он относится к вам с нею на беседу, Игнатий Тихонович. Ай. Вы как умудренный опытом в жизни. Ну, давайте с женой заходите, и мы побеседуем. Ну, она завтра, приятно, завтра. Ну, давай, давай, завтра. Завтра можно побеседовать. Я ей, как бы, о Боге, о Кресте говорю. Она говорит, что, мол, человеку надо, видимо, к этому прийти, если он еще не готов. А я вот по вашим планам говорил, что, может быть же поздно, что ты не, так случится, что ты не успеешь. И, как бы, в Писании сказано, что один верующий может спасти весь свой род. Так же, да? Ой-ой-ой. Весь род, кто-то, что-то, надо один, чтобы пошел монахи, он всех вымолит. Все это бреди пьяных старух. Каждый сам решает свою участь. Нет, я в Библии, как бы, я тоже считал, что там, что Бог дает такую возможность, если ты там искренне, что возможно, простить весь твой там родных. Где вы нашли? Где? Там написано. Ну, как написано? Ну, я точно уже не помню, я давно читал. Кто от своих не пищется, отрекся от веры, хуже неверного. Надо пищись, молиться, заботиться. Вы сначала там накуролесите, а теперь я хочу помириться. Она показывает там выключенные, говорит, руки со в стенниках. И он домой ничего не приносил, все пропивал с товарищами. Нет, я не пью, не пью, не курю, наоборот, ей это все запрещал. Ну, а зачем она такая вам нужна? Если ты хороший такой, нормальный мужик. Нет, да какой я хороший? Ну, я вот, типа, строгий, говорит, что слишком, типа, подружки, это все. Я говорю, блин, подружки подружками, а... Ты с бородой, Сергей, ты с бородой или без бороды? Да без бороды я вот начал не бежиться. Понимаешь, вот все это имеет значение. Никак. Да как вы говорите без бороды? Я без бороды ее жестко держал. А что, что с бородой, что без бороды, мне кажется, как уйдет. Как подкаблучник, не подкаблучник. Страха у него, что без бороды, что с бородой не будет. Что, вы видите, борода ее, страха на нее наведет. Не, это нужно, борода, я считаю, нужно, да, мужчине. А это... Робла хорошо, клочками растет, плохо так. Ну, ладно, образ божий, Ну, мне кажется, женщине борода не важно. Вот здесь женщины есть в группе. Пусть ответят, важна ей так борода мужская или нет. Вы ее где нашли? Я ее нашел, познакомился с ней в больнице, мы лечились с ней. Она вдова. Вот у меня духовный брат работает на авиационном заводе, работал. Ну, и подходит к нему, говорит, Андрей, мою Наташку опять видели, а там, рада, боинская часть, она опять на танцплощадке, во вторую смену. Я ее убью все-таки. А он говорит, а где ты нашел? На танцплощадке. Там ты ее ищи, а у тебя жена, Аня твоя как? Я, говорит, из армии пришел, пошел в церковь. Я ее увидел, она на клиросе поет, познакомились. Я сейчас сегодня какое преображение? Я ее искать не буду, она в храме. Вот и все. Но я ее в больнице нашел, больную, немощную. Ну, вообще-то так, что, говорит, сеешь, что и жнешь. Искали, значит, не это. Если бы вы искали то, что вот брат Андрей искал, было бы по-другому. Вместе молились, сходили в храм Божий. А когда ближе... Так я там неверующий-то был такой, как сказать, верующий, так себе. Ну и что тебе, оправдание разве будет? Я был неверующий. А почему был неверующий-то? Когда... Нет, когда я ее нашел, говорю, что я тоже... И небо, и звезды, и Бог был тот же самый. Почему был неверующий, когда в это время в вашем городе были другие верующие? Как вроде, какая-то индульгенция. Отходил, нет, отходил, читал и всякое, отходил, короче, как это... Ну, грешник, грешник. Чего от меня вообще можно ожидать было хорошего? Чуть от этого, как говорится, от Светла отстанет, сразу у меня несло. Как плохо станет, опять Бога вспоминаем, как... Опять полегче, опять забывай, опять тебя несет, как это... Умом понимаешь, что нельзя, как будто, как я не знаю, делаешь, как безумный. Сергей, Сергей, ты спрашивал по поводу женщин, что женщины говорят по бороде вот тут здесь, на наших. Пусть женщины скажут что-нибудь. Ага, хорошо, хорошо. Женщины, скажите у нас вот здесь, сестры. Так и им важна борода мужская прям вообще. Да, очень важна. Сейчас вот я смотрю на мужчин без бородок, я даже их как мужчин не могу воспринимать. Для меня это как дети какие-то. Ну, раз нету бороды, значит, он совсем младенец, ребенок какой-то. А смотришь, мужчина с бородой, даже если он неверующий, борода сразу какой-то трепет вызывает. А если борода густая, большая, длинная, так вообще аж прям хочется вот так вот в комочек сжаться перед ним. и ну это как авторитет. Не знаю, если мужчина вот не следит за, как говорится, не следит за своей внешностью, не там, не бреется, не этот он как бы брутальный, да, как говорят. Вот, то есть настоящий мужчина как вот от природы, там еще что-то. Вот эти все чувства, они в женщине как раз и возникают. Ну, у женщины, которая мужчину воспринимает как мужчину, а не как объект, из которого можно что-то там поиметь или еще как-то. Вот, это мои такие мысли. А еще кто-то из женщин? Я хочу сказать, а для меня теперь мужчина без бороды вообще-то слабый и ведомый и подкаблучник, даже бы так сказала. Но подкаблучить не в том плане, что подкаблучник все, я буду делать такой деспот. Он должен быть справедливый и добрый, добрый и справедливый. Ну, и обязательно, чтобы был, как бы он знал Бога, как бы чувствовал его. А так, которые просто были с бородами, кажется, они просто вот такие вот легкие, куда ветер дунул, туда и пошел. Вот мое такое мнение. Протопопа вакуум. Бритье называл блудодейной ересь. Блудодейная. Ну и потом, борода это мужской половой признак. То, что отличает мужчину от женщины, это борода, это половой признак. данный Богом, добавляю всегда не просто признак, Андрей, данный Богом, и человек противится Богу. И уже сколько время я уверовал, когда уверовал, и все еще без бороды. Понимаете, столько тут обмана скрывается. Ты только один раз услышал в этот день бритву уничтожен, даже что в доме ее не было. А дальше было видно доверься Богу. А на вид, какой ты был, такой и есть. Я строго. Строгость тоже должна знать где и когда. Себе позволяете все. Я советую вам прочитать Льва Толстого Крейсерова Соната. И фильм такой есть, посмотрите. В вопросе взаимоотношений мужчины и женщины в литературе лучшего произведения я еще не встречал. Крейсерова Соната. Льва Толстого. Читал и смотрел мне вот очень понравился. Я не понимаю почему в школе не преподают этот роман. Войну и мир какую-то там это. Воскресенье тоже самое на меня повлияло очень. Тронуло. Так, ну все, ребята, я отхожу от этой темы и совсем ухожу. Ну все, мы помолимся тогда. Да, давайте. Достойно и всякого истинного. Блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаю. Выбирайте, Игнатий Технов. Да вот я не знаю, тут Анатолий Меньшиков, здесь нет? Микрофон только включите. Я спрашиваю, Анатолий Меньшиков, здесь или нет? Да, я здесь. Да помолись, брат. Благодарим тебя, Господи, за то, что ты даешь это время, когда мы можем собираться вместе. Благодарим тебя за это тихое мирное время, когда никто не запрещает нам с братьями изучать Священное Писание, понимать его втолкование Святых Отцов и применять к своей жизни. Господи, Боже, благодарим тебя за всякий день, который ты даруешь нам. Не дай нам уклониться ни на право, ни на лело от истинного понимания, божественных твоих слов, Господи. Господи, если есть на то вода твоя, устрои поездку сестры моей по троге Оксаны и операцию дочери и ее карабины, чтобы все прошло успешно. Господи Боже, на все пусть будет твоя святая вода. Хвала тебе за все честь и поклонение, слава и благодарение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Так, Вячеслав. Аминь. Вячеслав. Да. Вопрос. Вот у меня жесткие диски-то, они, на них это все скапливается. И я желаю, оно уже закончилось, и уменьшить его. Я делаю так, с диска, а диск у меня это запил, отдельный диск приносит его. Я его теперь нахожу, которая не ужатая, а отдельную папку делаю на рабочем столе, туда перекачиваю. А теперь это запускаю в ужатие. А после этого снова возвращаю ее туда, где он был на диске уже ужатая. Или как-то по-другому можно сделать. Освободить место. Освободить место на том диске, который внешний? Который наполнен все. Это архив. Я понедельно делаю, за каждую неделю отпуск, откуда надо, отправляю в администрацию. Ну, а диски-то один, другой, опять полный. Ну, много же у нас роликов-то. Я вот так сегодня занялся этим делом. Медленно, но видно, она удавливает в два раза меньше. То есть диск у меня закончился, а я могу половину, и вот сейчас почти половину освободить. Нет, не половина. Почему? Вы же передаете, этот диск передаете, и она себе перекачивает эти файлы, правильно? Она на файлы перекачивает. Но дальше-то они нигде у ней не хранятся, ни у кого. Они у меня хранятся на диске. А на диске они не уже остаются. Я обратно диска получаю каждую неделю. Один беру, другой оставляю. Они у нее там хранятся уже очень много дисков, уже там терабайт 18 есть. Не знаю, потому что прошлый раз Виталий-то уезжал в Испанию, те запросили, и они заплатили там чуть ли не тысячу евро. И они сами перекачали. Ну, закончится сервер-то. Сервер кончился, и все пропало. Мы даже дома иметь еще где-то. Материалы эти, их не повторить нельзя, и людей уже тех нету, с кем написано было. Лучше диск купить новый, лучше новый диск купить. Там может повредиться что-то при этом копировании, сжатии. Ну, купить, купить, это хорошее слово купить. Что я куплю, когда у меня ничего нету? Ну, я опять в долги залез. Решим вопрос как-то. Никак, не надо мне решать. Никак, я не хочу, чтобы кто-то из-за меня там мучился. Но сохранить надо. Да там все есть, это просто она не стирает. Она должна была перекачать и стереть, а она потом стерет это все. Нет, все один за другим идут, и они не стираются. И я и не разрешаю этого сделать. Никак. А, ну, или другой диск она дает. Там есть другой уже купленный, новый. Это значит, сейчас она увидит, что он заполнится и будет следующий уже давать вам. Там все уже... Не знаю, не знаю. Я знаю то, что у меня архив, главный архив у меня, на который я каждую неделю прибавляю понедельно. не знаю. Игнать оправдываю. Были они там большие такие, нескольких терабайтов. Мы уже приносили новый диск, вы туда закачивали. Как вы говорите, не давали? Ну, полный опять еще только... Нет, полный был предыдущий, а сейчас новую открыли. Ну, еще теперь что новое то? А дальше то что? Ну, закачивай. Ну, я отдал дальше то. Нет, который заполнен, это вы уберите его в архив и все. А после там целиком я могу в два раза уменьшить. Что непонятно то? Не надо, не надо, не надо уменьшать. Он говорит, не надо уменьшать то. Ну, говорит, не надо, места нет. Я отдаю и назад этот диск не приходит только через неделю. А что я буду сегодня записывать? Ну, там есть другой диск так и будет. Игнатий Тихович, там другой диск уже куплен. Он заплачен из-за него. Ну, не знаю. Его я все храню. И отсюда перекачено было куда надо. Вы вот говорите, чтоб хуже не было. Вот чтоб хуже не было, не надо эту новую схему придумать себе. Только хуже может быть. Лучше оставите по-старому. Не ужимайте ничего, не перейти и гоняйте. А с чем хуже-то это будет? Братья, правильно говорят, могут пострадать. Может повредиться. Повредиться может запись при ужебке и потом что-то потеряться. Это может хуже быть. У меня так было уже. Это может повредиться и все, пропадет просто. Ну, ладно, отошел.